Меня зовут Карл Раш. И открытие этих файлов — мое последнее действие на посту главы Hargreef Rush Biochemical. Слушайте внимательно. Вы должны знать правду. Инопланетяне, называемые Цефами, находятся здесь миллионы лет. Мы обнаружили их во время Тунгусского инцидента и собрали их технологии. С этими знаниями мы и основали компанию. Мы создали команду Raptor и послали ее на Линкшан, чтобы протестировать боевой экзоскелет «Нанокостюм». Лидер команды Пророк знал больше других. Но и он не знал всего. «Нанокостюм» создан из инопланетных материалов. Мы не знали, что он призовет спящих Цефов. Это была первая война с пришельцами. Только два Раптора выжило. Псих и Пророк. Пророк очень сильно изменился в результате. Навсегда заражен Цефами. Все же мы победили. Но они не были побеждены. Они адаптировались к окружению и атаковали снова. Пророк сражался с ними в Нью-Йорке, развив свой «Нанокостюм» до потрясающей силы. Но инопланетное заражение сделало его еще ближе к Цефам. И он заменил свою зараженную плоть и обратил их оружие против них, уничтожив их силой. Но его предали. Цел обратилась против Пророка без моего ведома. Они присвоили победу в Нью-Йорке и сейчас захватывают власть в Вашингтоне. Цефы побеждены, но их технологии по-прежнему смертельно опасны. Цел злоупотребляет технологиями, чтобы подмять под себя экономику. Я прошу об одном — найдите Пророка. Он опасен, он уже не человек, но он может остановить Цел. Вы должны найти Пророка и молитесь, чтобы он спас нас в последний раз. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон. И я рад вам представить Crysis 3. Это третья часть знаменитого экшена, шутера и вообще мировой игры. Ну что же, давайте. Давайте начинать. Для начала, конечно же, надо похвастаться и показать всем, что графика у нас на максимальных настройках. Я отключил лишь синхронизацию, потому что у меня нет разрывов изображения. И я отключил сглаживание. Также улучшенная графика. Я тоже отключил сглаживание. Степень размытости средняя, потому что не очень мне нравится, когда слишком игра размыта. Ну что же, надо начинать. Надо начинать эту великую битву. Давайте, я уже начал, поэтому давайте начнем заново. И я выберу сложность Ветеран. Смертельная опасность. Проверьте навыки пользования костюмом против опаснейших врагов. Ну, давайте проверим, конечно же, конечно же, давайте проверим. Начав новую игру, да, да, неважно, мне наплевать. Запустить обучающий курс? Нет, конечно нет. Двадцать три года назад пришельцы ЦЭФы вторглись в наш мир. Мы их остановили. Я их остановил. Но корпорация СЭЛ сразу ухватилась за эту возможность, заполнив вакуум власти. И быстро выросла настолько, что могла претендовать на мировое господство. СЭЛ застали нас врасплох. Даже меня. Они называют меня пророком. И я единственный, кто знает, что грядет. ЦЭЛ не главная угроза нашему миру. Самый мощный пришелец, Альфа ЦЭФ, еще жив. Он показал мне кусочек будущего. Он знает, что движет мной. Во что я верю. Что быть хорошим солдатом в итоге означает лишь одно. На один простой вопрос. Чем ты готов для этого пожертвовать? Запомни меня. Когда они пришли ко мне с нанокостюмом, я принес в жертву Лоуренса Барнса. Того, кем я был когда-то, чтобы стать пророком. Величайшей тактической боевой машиной, которую знал мир. Когда мои плоть и кровь стали мне мешать, я заменил их, как деталь. Победа обходится не дешево. Каждый раз ты платишь немного больше. Я видел проплеск грядущего. И от меня не осталось ничего, что способно ее установить. Если величайшая боевая машина потерпит неудачу, что мы будем делать? Что я буду делать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА САУ-5 КСН, это Охотник-3. Внимание! Возвести движение по станции по 33-й западный санитарный. Что возможно, ничего особенного, но не расслабляет. Этот парень, который у вас, он не запасается в прием. Манил вас, Охотник-3. Все под контролем. Никто сегодня на туловский попадет в прием. САУ-5 КСН, это Охотник-3. Ромео-1 КСН, это Охотник-3. Р universe. У里 McInài. САУ-5 КСН, это Охотник-3. Я будем делать это по полной радиации. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, мы твоя единственная поддержка в этой битве Посмотрим, что мы сможем сделать и что вы для нас приготовили А главное, что для нас приготовили эти поганые цепы Давайте осмотрим костюмчик, что у нас здесь Ага, стандартный прицел, изменение типа патронов Неплохо Так, на Q у нас броня, на E невидимость Прыжок у нас, ага, отлично Просто удерживаете пробел и прыгает наш паренек в нашем костюмчике Ну что же, да, пора нам отправляться в самую кучу событий Что же ждет нас впереди? Давай, псих, показывай Мы должны протащить тебя туда, внутрь купола Война начинается Айтвард Сэв? Нет Помнишь, ребят, нашпиковавших тебя, Кей Вольф в Сибири? Которые держали тебя в стазисе бог знает сколько лет Которые срезали нано-костюм с моего тела Которые собирались сделать это и с тобой Сэл? Вот это они... Ага, Сэл! А, забудь Да-да, сейчас мы их накажем За то, что нас в стазисе столько продержали Засранцы Выгрузка нано-костюмах в процессе Всем вспомогательным частям покинуть зону Ха, бояться нас Еще бы, еще бы не бояться Давай, псих, в темпе Мы жаждем битвы Кстати, даже со включенной броней У нас Убавляется энергия Раньше, по-моему, мы включали броню Убавлялся она только когда в нас попадали, если я не ошибаюсь Но могу ошибаться, давно проходил второй кризис Окей, на деле Да ладно, там уже идет стрельба, нафига это глушитель Выходим прямо из главной двери Единственный наш шанс, эффект неожиданности Никто не ждет такого безумия Безумия? Это Пророк Ха-ха-ха, давай, открывай Сделаем это тихо У них ОБР на готове У, бесшумное убийство, ну давайте Так, ну, честно вам сказать В это неудобная кнопка Слушайте, услышали меня что-ли? Я выглянул, прикройте Погодите, погодите Так, секундочку Отлично, все настроили, теперь можно и отправляться Так, где у нас находятся эти селлы? Сейчас найдем О, привет паренек Ну-ка, 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 как мне тебя убить-то? Убить-то как тебя? А вот так вот Отлично Побережем немножечко Тут сказано тихо пробраться Или просто пробраться По-моему, просто пробраться О, увидели меня Круто Ха-ха Так, здесь мы не пролезем, что ли? Ух ты, ничего себе Хорошо, что мы в невидимости Так, сейчас подождем, пока она копится И дальше Отлично, одного снесли Да ладно Жаль тебе Ес Еще одного сняли Ну все, пошли дальше так А, нет, сейчас в невидимости И Где этот паренек-то? Мы бегаем из последней точки контакта Да-да-да-да-да Опа Готов Так, здесь никого Здесь никого О, привет Псих Дайте мне что-нибудь поудобнее, чем этот С глушителем Просто действительно Не очень это все удобно Хочу мочить Да ладно? У-у-у! По-моему, отлично. Лук то, что нужно. Я в мультиплеере еще поиграл с ним. Вообще, такой он классный. Просто офигенский. В принципе, мультиплеер довольно неплохой, с учетом того, что там есть довольно интересный режим. Охотники против. Вау, шикарно, правда? Да, отличный, отличный лук, елки-палки. Сидишь здесь спокойненько. О, подождите, он что, видит через стену? А, нет, нет, это... Это мне показалось. Откуда там стрельба идет? Вот так. Шикарно. Видали, с какого расстояния этот лук снимает? Да он просто превосходен. Офигенный. А откуда мне стрелы-то брать? Неужели ходить забирать их потом все время? Точно, можно забирать стрелы. Ну, что, неплохо. Свободен. Слушайте, ну, отлично вообще, отлично. С этим луком можно много чего сделать. Много чего сделать. Прошел, зачистил зону, накопил энергию. Бах, включил опять и пошел дальше зачищать. Да, лук красавчик, конечно. Что и говорить. Еще как потеряли, ребята. Еще как. Так, надо энергию поднакопить и дальше. Слушайте, отлично вообще, отлично, отлично. Опа! Ха-ха, я опять в невидимости. Да, я чувствую... Ну, пока все легко идет. Пока непринужденно бегаем тут с психом. Все у нас в порядочке. А где псих-то сам? Ждет, что ли, пока мы зачистим территорию? Ну, жди, жди, жди. Так, где, как здесь открыть? Ага, давай, взламывай дверь. Мастер по взломам. Ромео-1, Ромео-2, пожигание завершено. Прием! Вы глядите-ка, я могу менять силу натяжения. Не только могу сменить боеприпасы у лука, но еще и силу натяжения. Офигенно. О, они тут устроили. Что, опять цел? Или кто? Кого ты там стрелял, псих? Давай, давай, я уже здесь. Взламывайте объекты с помощью визора Б. Эм, так, а что мне нужно взломать? Дверь? А, вот, отсюда, вот так вот, что ли? Жмите F, чтобы взломать модуль сенсорного. F, остаться на волне. Ага, вот так вот. Все, что ли? Ух ты, офигенно, видели? Поскакали по этим штучкам. Так, Б, отлично. У них тут тысячи две спецназа. А, ЦФ. Оставь это, приятель. Инопланетянам конец. Пора бы это уже осознать. Да уж, конечно, конец. А что мы тогда сюда приперлись, раз им конец? Не-не-не, не все так просто. Так, что, опять взламывать? О, вы должно быть шутите. Давай, псих, пойдем. Покажи мне свое лицо. Ты вырезал меня из гребаного костюма. Теперь покажи мне лицо. Псих, идем. Я найду тебя. Я найду тебя, твою мать. Да. Когда они выдирают тебя из костюма, ты находишься в сознании. Многие из ребят умерли в муках. Сердце не выдерживало шока. Ну что, долго ты будешь страдать? Ну, наконец-то. Здравая мысль за весь день. Давай, пошли дальше. Слава вы и погнали дальше. Ну, давайте, давайте продолжать. Не бежим сломя голову. Осматриваем территорию. А главное, разумно, разумно используем нашу невидимость. Так, первый цепь у нас... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Смотрите-ка, сколько у нас здоровья-то осталось. А, мы не видим. Тень. Тень нас не палит. Конечно, тень нас не палит. Так, ладно. Давайте аккуратно подходить. Отлично. Давайте спрячемся, подкопим наши энергии. Но нас кто-то видит, зараза такая. Ну, где он? Так, разрядили лук. Ну, давай, где, где, где? Ну, где он? Ага, вот и ты. Привет, пленек, соскучился? Соскучился. Эй, вернись. Вернись, вернись, вернись. Опа. Попался. Да, главное в прожекторы, конечно, не попадать, потому что тогда нас накроют здесь прям. Вот, давайте здесь в тени восстановим энергию. В теньке нас не видно. Наверное, это как раз, так сказать, секрет успеха, как говорится. Надо будет еще наверх неплохо повернуться, нашу стрелу подобрать. Давайте пройдем. Вперед, 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 вперед пройдем. Так, у нас совсем нет энергии. А вот и наши целые. Отлично. Этого уделали, этого тоже. Так, тихонько, тихонько, не спешим. Не спешим, аккуратненько. Куда-нибудь в уголочек сейчас забьемся. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вертолет, как я и говорил. Как я и говорил, вертолет. Все. Ушли в невидимость. Есть. А вот первую я стрелу, конечно, потратил зря. Улетела она у нас в никуда. Давайте еще раз восстановим энергию. Хорошо, быстро восстанавливается, действительно. Да как же ты меня увидел-то? Как же он меня увидел? Не понимаю. Вроде не должен был видеть. Ох, угроза-то у нас по максимуму. Так, давайте, может быть, возьмем разрывную стрелу. Так. Вскроемся. Где наш вертолетик-то? Ага. Промазал я? Эх. Нет? Нет, не промазал. Не промазал я, не промазал. Просто они втыкаются, а потом взрываются. Вот это круто. Слушайте, ну все, мы избавились от нашего назойливого вертолетика. Переключаемся обратно на наши стрелы. Блин, ну лук меня радует с каждой секундой. Просто с каждой секундой. Давайте дальше двигаться. Двигаемся дальше. Где еще, где еще цел? Ага. Стой так, паренек. Все будет в порядке. Так, давайте накопим энергии. Все хочу перезарядиться. Надо просто идти и стрелу назад забирать. Конечно, вот в режиме мультиплеера такой же режим, когда мы играем за охотника. Классный, действительно. Потому что ваншотят эти стрелы офигенно на самом деле. Но суть такова, что и охотника убить довольно просто. А в команде противника, то есть обычным солдатам, нужно всего лишь продержаться время. Но охотникам нужно наоборот. Не продержаться, а... Так, давайте взламывать. Так, сейчас. Оп, поймали. Поймали. Отлично. В команде охотников нужно убить всех. Всех обычных солдат. Погоди. Буду через секунду. Латвик не. Смена плана. Ты уверен, что справишься сам? Отвали. Не нужен мне гидрокостюм. Гидрокостюм? Может, нано-костюм? Ну, не знаю. Так, что у нас здесь? Нас сканирует, что ли? Слушайте, да, нас сканирует. Эй, я не люблю, когда нас сканирует. Так, все позакрылось. Это плохо. И так, так, так. Почему-то наши... А, это фотки. Фотки психа. Его разыскивают. Да, его разыскивают. Итак, у нас контрольная точка. Впереди у нас что-то интересное. Двигай вперед. Встретимся внизу. Да, встретимся внизу. Выдвигаемся. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я закончу первую серию прохождения по Крису. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо. И до следующей миссии. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!